Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Запуск системы, выявляющей в потоке автомобилей без действующего полиса ОСАГО, откладывается на неопределённый срок Соответствующие разговоры ведутся уже несколько лет В конце 2022-го в Российском Союзе автостраховщиков заявляли, что проект будет реализован в течение 2023-го Однако не всё так гладко По мнению экспертов, одна из основных проблем заключается в том, чтобы подружить базы ГИБДД и страховщиков К тому же полиция опасается за безопасность личных данных автовладельцев Трасса 101 Старт продаж обновлённой «Лада Веста» переносится с марта на апрель этого года Ожидается, что на первых парах модель будет предлагаться с 8-клапанным 90-сильным бензиновым мотором, который устанавливается на «Ладу Гранта» Ближе к концу весны должна появиться версия со 106-сильным 16-клапанником По поводу стоимости «Весты НЖ» информации пока нет В одном из дилерских центров «Автоваза» заявили, что ценник нормальной комплектации будет близок к 2 миллионам рублей Трасса 101 Рамный внедорожник «Танк 500», который называют китайским аналогом «Лэнд Крузер 300» будет стоить от 5 до 6 миллионов рублей По данным российского дистрибьютора марки, гарантия на модель составит с 5 лет, либо 150 тысяч километров пробега Специально для нашей страны шестицилиндровый трехлитровый бензиновый двигатель внедорожника дефорсируется с 354 до 299 лошадей В оснащение войдут, в частности, премиальная аудиосистема, панорамная крыша, кресло с массажем и вентиляцией, выдвижные подножки Трасса 101 Предложение Федерального министерства транспорта о возврате штрафа за превышение средней скорости раскритиковали в Госдуме По мнению главы Комитета по транспорту Евгения Москвичева, такое наказание не приведет к снижению числа ДТП Все просто, считает парламентарий Стремясь избежать взыскания, водитель на одном участке поедет со скоростью 70 км в час, а на другом в два раза больше О какой безопасности здесь может идти речь? Трасса 101 Начался прием заказов на отечественный электрический грузовик на базе УАЗ-Профи Первые 250 машин предлагаются по цене 4,5 млн. рублей каждая Версия промтоварный фургон обладает грузоподъемностью в 1 тонну, снаряженная масса не превышает 3,5 тонн Электрокар оборудован 109-сильным электрическим мотором, запас хода до 300 км Зарядное устройство идет в комплекте, для полного заряда батареи потребуется не более двух часов На этом все, подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok